Слав, я не скрупулезный. Я тоже, по сути, такой же раздолбай, как вы. Писатель не должен заявлять о себе как писатель. Что-то во мне есть такое, да не только во мне, я это вижу во многих людях, кому засор. Что-то есть такое, связанное с неприятием этого мира. Мы этот мир не хотели. До работы в рекламном агентстве, до того, как я вообще пошел в рекламные агенты, я работал на заводе, токарем. Супер. Да. Я оттуда ушел только тогда, когда просто перестали платить зарплату. Я до сих пор вспоминаю и думаю, ну как же все-таки? Был токарем, а стал копирайтером. Вот как это совместить? Вот как в одном организме, в одном мозгу совместить эти два понятия? Вот вы подошли к мальчику, который в 92-м году ушел из завода. И стоит перед всем миром. Вот вы в тот момент подошли бы, взяли бы меня за руку и сказали, РУС, вот это вот, ты сейчас не ходи в эту телерадиокомпанию. Ты потом 15 лет будешь заниматься рекламой, рекламой водки, табака, наркотиков, банков. Неязов. Так просто Неязов и все. Следуйте за мной. Неязов. Ювижен, привет. У нас сегодня господин Неязов в студии. То есть, насколько я понимаю, очень хорошо воспринимается аудитория Ювижена. То есть, и уже достаточно долгий же срок. То есть, сколько уже на Ювижен? Ну, не сторожил точно. Не, ну... Года полтора, наверное. Года полтора. И как ощущения? Сейчас вот слухи ходят, муссируются, что Ювижен там накрывается, Ювижен не тот, да? То есть, я вот, если честно, хотел с кем-нибудь об этом поговорить. Из тех, кто разбирается, потому что мы хоть и со стороны Ювижена, но я не вижу каких-то там препон, допустим, это обсуждать. Почему, собственно? Как вообще, у вас же такое полтора года на платформе. То есть, что происходит вообще? Ну, Слав, что-то есть в этом. Не помню, кто в Твиттере, кстати, очень хорошо про это написал, что рейтинг Ювижена растет, а читаемость отдельных постов падает. Это ощущаем мы все авторы. Это получается... Нет, так а в чем тенденция? Получается, меньше писать стали или хуже писать стали? Или как правильно? Ах, Слава, не знаю. Не могу точно сказать. Это вот, кстати, хорошая тема для исследования. Кто занимается онлайн-продвижениями, им будет очень интересно вообще порыться, как происходит взросление платформы, жизненный цикл. И какие факторы влияют на критическую массу читателей или на качество материала, которые пишут авторы. Целая наука практически. Ну, тут еще я бы ее вообще увязал с какой-то психологией, потому что вот у меня, я по себе просто вот сужу, да, то есть у меня, да и, наверное, у каждого человека, у него, наверное, это циклично как-то. То есть, допустим, вот вначале у тебя первое увеличение блогерства. Вот, ну, вот если его разделить на составляющие, вначале ты пашешь, чтобы быть замеченным, как-то интересно, бла-бла-бла. Потом происходит вот эта эйфория какая-то, когда это вот все случилось, все, ты чувствуешь там, там уже все, ну, тебя читают, там, ля-ля-ля. Ну, вот потом, почему-то вот я заметил у многих потом какой-то такой спадик происходит. Интересно, знаете, как бы вершина вот вроде бы как бы достигнута. Вот, может быть, в некотором смысле какие-то в этом есть сложности, что некоторые люди, они уже просто достигли какого-то результата, а Ювижен не ставит каких-то новых вызовов, да, то есть нету вот этих челленджов. Ну, все пишут, ну, все. Вот я, допустим, заметил, очень мало срачей стало на главной. То есть я вообще вот, вот сплошные отчеты о путешествиях, да, какие-то веселые картинки стали. То есть почему я люблю на Ювижене читать срачи, да, то есть это хорошо, когда, ну, срачи это же условно. Да, да, да. То есть, как бы, не знаю, то есть я говорил администрации об этом, но, как сказать, ну, это такая сложная машина, мне кажется, ее надо очень медленно, да, как бы, разворачивать, там, наверное, вот эти резкие повороты тоже чреваты. Просто платформа стала большой. Есть, видимо, какая-то критическая масса, после которой нужно выбирать какую-то новую форму существования. Как-то по-другому работать с авторами. А с вами вообще кто-то работает, вот вы полтора года автор. Вот кто с вами вообще работал, господин Язов? Что такое работать с авторами? Объясните мне глупому. Вот вы автор, в чем заключается работа с вами? Вот вы находитесь на блок-платформе. Слав, ну, вы меня озадачили. Да, нет такого понятия работы с авторами. Ну, это вы сказали, я же цитирую, порно. Я и говорю, что возможно, возможно, и станет такой вопрос. Это полностью зависит от того, какая стратегия будет выбрана. Ведь платформа-то, по сути, некий большой информационный ресурс, где крутится информация. Есть какие-то сосудики, по которым она движется. Есть там, не знаю, органы, типа сердца. Какие-то фильтры стоят. Мозг должен решать эти вещи. Или найти ее. Не понял. Или найти ее. По инструктивному смысле? Да. Ой, Слава, все это требует анализа, на самом деле. Вы вообще больше, я так понимаю, я вот читал один из ваших постов, где вы делали отчет по какому-то телефону. Я сейчас не помню, по-моему, Samsung, если не соврать. Да. Вот. То есть я увидел, что там настолько скрупулезно вообще все это написано. И вот у меня, вот я по жизни, да, ну, я не знаю, то есть я вот очень нескрупулезный человек. Вообще раздолбай, наверное, даже можно сказать. Я вот не могу так, а вот у вас откуда это вообще качество? Слав, я не скрупулезный. Я тоже, по сути, такой же раздолбай, как вы. Да? Да. Но я вот не смог бы вот так вот изучить, блин, этот телефон, даже за бабки вот клянусь. Я не знаю, сколько надо денег, чтобы я так в эти функции вникал. Нет, Слав, я сразу хочу, я просто знаю, что в любом случае... Я все-таки раздолбаю, да? То есть я настаиваю на этом. Ну, мы все раздолбай, Слав. Нет, да? Я вообще не шибко верю в серьезных людей, скажем так. Я не считаю, что есть какая-то грань, за которой человек вообще, ну, вот в своем развитии достигает такого уровня, когда он просто вот аналитик из аналитиков. Такого и такого не бывает. Человек хочет кушать, человек хочет развлекаться. Человек часто устает. Иногда он устает даже от хорошего. Все это влияет на его, как бы... Да вот, кстати, ситуация с YouVision, да? Даже от хорошего устают, блин. Ну, это вот... Я вот считаю, что тут приемлемо рассматривать такой термин критическая масса. Видимо, она для ЦТ Киза была одна, а для YouVision она, допустим, вот такая, за которой идет какой-то слом, какая-то новая жизнь. Ну, я не знаю, я на самом деле, вот я смотрел полгода, наблюдал на авторе его, да, то есть вот как раз примерно там тот же самый вой поднимался, автор не тот, автор и не те, бык устал, вот эта хрень не встал. То есть и на самом деле решение, мне кажется, из этой ситуации вообще не обращать ни на что внимания, а продолжать дальше жить. То есть никто не знает, по каким причинам Ильбайк закрыл автора, да, то есть это до сих пор никому толком не понятно. Ну вот, но если он начал прислушиваться к этому плачу кучи вот этих Ярославин, то это заря, мне кажется. Мне кажется, не надо. То есть надо это слышать, но не надо это близко в сердце запускать людям, которые делают политику на платформе. Потому что поныть это тоже прикольно. Я это называю синдромом корпорации Сони. Синдромом папычевых Сони. Они, в смысле, но... Смотрите, не Язов вам не дадут в следующий раз денег в Сони. Или не дают, и фиг с ними, да, то есть... Да, я сильно и не рассчитываю. Я просто считаю, что любая структура, да, вообще любой объект в нашей жизни, достигая какого-то уровня, начинает, ну, к нему приходит понимание, что он может диктовать свои правила, устанавливать свои стандарты, влиять на целый рынок, там, или на целое сообщество, или на собственную семью, допустим. То есть у него такое ощущение. У человека, у корпорации, у организации, у государства. Ну, это хорошо или плохо? Ну... Или это объективно с этим, ничего не сделаешь? Конечно, объективно. Если это произошло, это уже объективно. Другое дело, что это может быть совершенно несоизмеримо с собственными ресурсами или силами. Не думаю. Абсолютно. Человек то, что о себе воображает, это одно, а что у него есть для того, чтобы себя продвигать, совсем другое. То же самое можно применить и к QVision, и к автору KZ, и к корпорации Sony. А вы вообще по профессии стеснялись спросить, кто? Почему? Потому что очень много я видел ипостасей. Вот я, допустим, вообще представлял, что вы писатель. Ну, вот у меня в голове не язв, да, у меня выскакивает карточка, как бы, что это пишущий человек, зарабатывающийся на жизнь, скажем, словом. То есть это правда? Вообще расскажите немного о себе. Я имею в виду профессиональных каких-то, ну, там, пути, скажем так. У меня если волосы отрастут, я буду такой же седой, как и вы. Вот, я просто лысый. И не видно. Поэтому, ну, надо полагать, там как-то вот помотало же уже. То есть, вот, какую-то вот историю вот этого. Ну, Слав, все, кто родились в 70-х, их помотало, конечно. А, это вы в 90-х посидели? Лет 10 назад, наверное. Ну, это сейчас в 2001-м, ой, 2011-м, в 2001-м, что ли? Началось вроде как. Посидение. Я вот смотрю фотки старые. Ну, оно у вас, это, в связи с нервами или в связи с биологическим каким-то... Ты знаешь, Слав, между прочим, ученые до сих пор не дали однозначного ответа. Во-первых, в любом случае это связано со старением. В любом случае. Это первое. И второе есть... Молодая, молодая, да, Господи Мезов? Да, абсолютно. Ну, вот это вот, все, что тебе сделаешь. Ничего не поделаешь. Будем жить уже дальше. Ничего не поделаешь. Ну, и много других факторов, включая генетику. Слав, о себе. Да. Ты знаешь? Ну, я ни разу не видел, где написано. Я где-то читал такую точку зрения. Кстати, частичкой душой я в нее верю и считаю, что она правильная. Что писатель не должен заявлять о себе как писателя. В этом что-то есть, согласись? Глубокое, согласись. То есть, в смысле, думать о себе как о писателе вообще не стоит? То, что мы думаем, это как бы никого не касается. Говорить, озвучивать свою профессию или свое предназначение как писательство, в этом что-то есть некорректное. Вот тебя могут признать писатели. Меня? Тебя, меня, ну, в любую очередь. Могут подойти и сказать, вы знаете, я вот... А, окей, там по принципу глаз народа... Товарищ Иванов, прочел я ваше произведение и понял, что вы писатель. Вот тогда человек понимает, что он писатель. Но самому вдруг взять что-то написать и сказать, блин, Айда, я сукин сын, что-то в этом есть, ну, я сам до сих пор не переварил эту мысль, но какая-то вернинка в ней есть. Что не мы признаем себя писателями, а нас. Глаз народа, глаз Божий, это нормально. То есть, как люди скажут, вот это тогда, значит, это... Потому что вот признание, это не такая уж крамольная вещь. Ведь у нас многие сейчас начинают такое вот... Есть одна из красок такая в обществе, что вот признание, популярность, это не есть хорошо. Вот так, это же тоже вот есть такое вот, ну, не знаю, целый пласт таких этих, что это немного... Слав, так все-таки популярность или признание нехорошо? Не чувствую, что есть разница между ними? Ну, есть, согласен. Ну-ну, услышали, значит, вы эту краску. А по образованию я копирайтер. То есть я рекламист, причем профессиональный. Давно уже? Давно, я уже, дай бог, с 94-го. Прилично. С 94-го, ну это да, лет 15 получается. Уже стаж. Пора менять. Думаете? Конечно, 100%. Ну, неужели всю жизнь я буду вариться в рекламе? Ну, это смешно просто. Нет, ну это на любителя. Я уже в рекламном агентстве, пожалуй, всех копирайтеров, наверное, самый старый. Старее меня, наверное, никого нет уже. Нет, ну, так а возраст, это не принципиально-то в данном случае. У копирайтера, мне кажется, вот расскажите вообще, что такое вот копирайтер. Потому что это, ну, я так и понимаю, но как бы это же такая интересная очень штука. Вот я, вот мне, очень часто я с людьми конфликтовал на тему, когда люди заявляют, что они креаторы. То есть у меня прям был такой достаточно до мордобоя конфликт. То есть, потому что я вот где-то, наверное, тоже очень с таким большим пиететом отношусь. То есть, вот у меня творчество вот такое настоящее, оно все-таки у меня там вверху, а я все-таки, ну, вот примерно вот в такой позе перед ним. Добро и слава. Нет, нет, ну, я не молюсь, но я очень трепетно к этому отношусь и тоже с большой боязнью. То есть, может быть, несмотря на все мое фронтирование, да, то есть вот как бы, да. Про копирайтера, то есть вот вообще, он же в рекламе, но там же своя там, блин, это... Ну, копирайтер, синоним креатора на самом деле. Он не только занимается текстами, он участвует в шторминге, придумывает любые идеи, любого уровня. По сути, он в связке со своим, ну, допустим, дизайнером или арт-директором создает, по сути, ту самую матушку рекламы. Вот и все. Ну, и вдобавок он ее должен связно описать, создать какие-то нормальные, хорошие, эффективные месседжи к нему. Это второе. И третье, донести это еще до клиента. То есть написать так и рассказывать так, чтобы клиент в это тоже поверил. Ну, по сути, вот и вся работа копирайтерская. Ну, это так, как бы, типа да. Но по факту чуть-чуть же по-другому. Вот у меня, например, в последнее время предубеждение, я вот откровенно не хочу рекламировать некоторые позиции товаров. Вот, если честно, я где-то процентов 80 не хочу позиции товаров рекламировать. То есть вот я их не хочу продвигать. Вот не думали никогда об этом, что вот свой, как бы, талант, да, ты тратишь там на то, чтобы, допустим, много народу стали водку пить. Так же это получается? Ведь вы эту идею свою придумаете, а потом, получается, куча народу сбухается. Абсолютно верно. Я бы не хотел, чтобы это прозвучало, как отмазка. Ну, возможно, то, что я скажу, оно прозвучит, ну, как ахт малодушия. На самом деле я этот мир, в котором работаю и живу, я его не выбирал. То есть, мало того, где-то из-под валют, внутри себя, я вот чувствую себя, вот как про меня правильно один из комментаторов выразился, именно совком. То есть, что-то во мне есть такое, да не только во мне, я это вижу во многих людях, кому засорок. Что-то есть такое, связанное с неприятием этого мира. Мы этот мир не хотели. Я, например, до работы в рекламном агентстве, до того, как я вообще пошел в рекламные агенты, я работал на заводе, токаре. Супер. Я оттуда ушел только тогда, когда просто перестали платить зарплату. То есть, мне было просто не во что одеться, нечего купить. А вы какого разряда были? Ну, самого начального, четвертого. То есть, я был учеником токаря, потом получил разряд, и вот с таким вдохновением считал, что я стану хорошим токарем-универсалом. Но если бы не произошел вот этот капитализм, весь развал Союза, с вас бы сейчас такой токарь, типа, как вот Гоша из «Москва слезам не верит» был, он же такой очень образованный, да, но тем не менее, он такой вот, ну, помните, вот, на выходе, то есть, это же… Ну, схема-то в той жизни, она была очень ясная. Начальник цеха, потом, возможно, и замдиректоров, возможно, ты перейдешь в инженеры, доучишься, получишь высшее образование, встанешь в очередь за квартирой, женишься. То есть, все, что мы просчитывали, все, к чему мы готовили, оно обрушилось просто. Я до сих пор вспоминаю и думаю, ну, как же все-таки? Был токарем, а стал копирайтером. Вот как это совместить? Вот как в одном организме, в одном мозгу совместить эти два понятия? С одной стороны, ты создаешь какие-то механизмы, которые будут служить твоей стране, а с другой стороны, ты сочиняешь рекламу, ну, для той же водки, допустим. Ну, как это могло быть со мной на этом отрезке жизни? Согласись? Это само по себе очень интересно. В жизни хватает. Вот я и говорю, цирк. Я никогда, ну, да нет, но это нормально, то есть, но это хорошо же, что вот с другой стороны, что жизнь преподносит вот такие, как бы, сюрпризы. То есть, азанного, почему нет собственности? Ну, я уже оговорился, что в этом есть какое-то малодушие. Когда я это говорю, мне могут сказать, ну, а что ты подался-то в рекламные агенты? Мог, не знаю, заняться чем-то более позитивным. Тогда я спрошу, а что такое позитивное, с вашей точки зрения? Чем бы мне заняться? Мы посоветовали. Со стороны, с вашей жизнью. Вот вы подошли к мальчику, который в 92-м году ушел из завода. И стоит перед всем миром. Вот вы в тот момент подошли бы меня, взяли бы меня за руку и сказали, Рус, вот это вот, ты сейчас не ходи в эту телерадиокомпанию. Ты потом 15 лет будешь заниматься рекламой, рекламой водки, табака, наркотиков, банков. Ну, вообще, все, что скажут. Да, да. По большому. Ты выбирать уже не будешь, нравится тебе этот продукт. Никак не можешь. А давай, я вот тебя сейчас поведу и покажу тебе, чем ты должен заниматься. Вот я спрашиваю иногда себя, вот был бы такой человек, может быть, и все было бы по-другому. Но такого человека не было. А я был мальчиком. Человек, по сути, до 30 лет мальчик. Так вы, получается, слегка жалеете немножко о своих 15 годах в рекламе. То есть я вот в вашем сейчас монологе такое легкое сожаление услышал. Я, например, тоже за последнее время я тоже подразочаровался в рекламе. Почему? Потому что нет выбора. Вот тебе говорят, да, то есть, либо ты будешь... Выбор, наверное, есть, но он такой, он очень совсем такой, глубоко-глубоко где-то и запутан, и запутан. То есть я даже... Ваш личный выбор. Да. Нет, выбор в рекламе, чтобы у тебя была какая-то там свобода. А, я понял. То есть тебе нужно тогда становиться как бы хедлайнером агентства и выбирать клиентов. Да, да, да. То есть это однозначно не работа по найму. Потому что я вот сейчас вот примерно так и поступаю. То есть я вижу, вот если это мой клиент, вот я его слышу. Вот очень важно же, кто с его стороны работает. Ну, Слав, вы знаете, есть такое понятие гайды. Это, ну, грубо говоря, что-то типа конституции, по которой ты должен делать рекламу для клиента. И перешагнуть через гайды, это, в общем-то, чревато. Не всякий может. И есть контракты, оговорю еще эти вещи. Нет, это понятно. Я о чем бы хотел вот на тему копирайтерства, вообще на тему рекламы, о чем бы я хотел бы сказать. То, что я считаю для себя интересным. Ну, если они сдерживают. Ну, после того, что я с грустью вспоминаю о том, что я занялся этим, о пользе этих вещей. Так и есть. Так и есть, конечно. Я, наверное, научился все-таки писать. Вот это, наверное, большой плюс. То есть, если мне сейчас надо изложить какую-то мысль на бумаге, на русском языке, я ее изложу более-менее хорошо. Звучит странно и, казалось бы, что в этом такого? Да нет. На самом деле, я, получается, потратил на это лет 10, наверное, чтобы сейчас вот сесть и начать. Любая мысль пришла мне в голову, чтобы вкусно ее расписать. Мне, видимо, пришлось 10 лет помучиться в агентстве рекламном, чтобы сейчас на русском языке, на входящем там десятку самых распространенных языков мира, нормально, вкусно, убедительно про это написать. Цена седины. Нет, ну, это заповедь, я считаю, для заповедь, это заповедь на украинском языке, переводится для блогеров. Никто, пускай, не думает, что через полгода у него наступит рок-н-ролл. То есть, те люди, вот, это очень хорошо, что вы это сказали, это абсолютно замечательно. Согласен. Единственное, ну, чуть-чуть вот можете, каково это вот на сегодняшний день, ведь во все времена было очень тяжело зарабатывать, скажем, словом, да, вот, писать. То есть, мы же знаем, что Куприн бегал журналистом, да, то есть, подрабатывал, то есть, репортером. И очень много, то есть, писательский хлеб вообще, вот, ну, я не имею в виду, как писатель-писатель, который книжки пишет, а вообще вот. А именно со словесностью, которая. Вот, правильнее сказать, со словесностью. То есть, он же очень, ну, как-то, по-моему, во все времена не шибко-то хорошо оплачивался. То есть, это единицы, можно там, я не знаю, 2-3 процента, вот, ну, Дюма, мы помним, неплохо жил, вот, я не знаю, Бальзак в свое время неплохо жил, но тот понты колотил больше, то есть, он умер с огромными долгами, то есть, вот, но пожил красиво. И написал он, абсолютно. Я за 10 жизней столько не напишу, как Бальзак. Да подождите, если он уже торкнет. Я точно могу сказать, нет. Если я чувствую чего-то, абсолютно, всегда сбывается. Слав, я насчет, вот, давай затронем немножко тему судьбы. Да, да. Потому что речь вообще идет о судьбе, на самом деле. Ты знаешь, я перестал верить в эту штуку. Вот так вот. Точнее, я начал, я всегда считал себя фаталистом, да? Всегда считал, что что-то есть вот в этой, помнишь, была у Эйнштейна хорошая фраза, он ее бросил то ли от отчаяния, то ли в критику кого-то. Он сказал, Бог не играет в кости. То есть, у него было одно время такое убеждение, что наша Вселенная постоянно повторяет в своем развитии. То есть, мы имеем дело с механистической Вселенной, в которой все жестеренки связаны друг с дружкой. И каждый раз Вселенная рождается, взрослеет и схлопывается, и снова начинается по тому же сценарию. То есть, мы с тобой бесконечное число раз до этого сидели в этой комнате, и бесконечное число раз после этого будем сидеть в этой комнате через цикл. Через цикл. Так вот, ты знаешь, потом были ученые, которые отвергли, ну не то чтобы отвергли, подвергли сомнению эту теорию. Ну не теорию, а понятие как бы, о механистичности Вселенной. Был Гейзенберг, был план, который, ну как бы однозначно объяснили, что во Вселенной все случайно. Вот тогда и было вот это восприцание. Кажется, если мне память не отказывает, это сказал именно Эйнштейн, что Бог не бросает в кости. Он не играет в случайности. Все предопределено. Так вот, сейчас я начал, кажется, что-то во мне сдвинулось. Я раньше верил в то, что все предопределено и расписано буквально по секунду. То есть, что бы мы сейчас с тобой ни сделали, если я даже эту сейчас чашку оброню, я ее оброню не из-за того, что захотел это сделать, а потому что так надо было. Так было по сценарию. Вот сейчас, не знаю, возможно, это возрастное, я постепенно отхожу от этой костной, своей же убежденности, что есть такой некий фатализм, есть судьба, и что все это вот нами как бы... Нет, ну, основным всех религий таких мощных, то есть постулатом является свобода воли, то есть свобода выбора. Я себе вижу чуть-чуть по-другому эту картинку, да, то есть существует как бы огромное древо, вот если его представить, да, то есть вот идет ствол, и куча веток, и ветки дают еще кучу отростков, которые дают кучу отростков, кучу отростков, и вот мы представили вот такое как бы ствол. Вот это и есть твоя жизнь. Куда ты заворачиваешь? Вот заворачиваешь, вот мы недавно с Буравлевым заплутали на Западной Украине, и мы два раза выехали на один и тот же переулок, ну, грубо говоря, вот в поле, да, и вот так вот три дороги вот эти, да, причем мы ехали вокруг одного и того же, ездили вокруг одного и того же села, Пивни называется, еще что-то такое название. GPS-ку не включали. А вот именно мы, наш дебил водитель поехал по GPS-у на Украине, даже есть анекдот, стоят две бабушки, подъезжает такой, ну, там, прикольный джип там, ля-ля-ля. Наверное, да, о, Петровна, бачишь еще один с GPS-ом, да, то есть, как приехал, да, вот. И я к чему это, что вот это богатырская ситуация, да, вот, куда пойти, право, лево, направо, то есть, вот по древу вот этому ты сам заворачиваешь, то есть, но предопределенность в чем состоит, что вот, наверное, все древо изменить невозможно, но как ты по нем будешь шарохаться, Стены в лабиринте нельзя переместить, да? Ну, типа того, но, а как ты шарохаться будешь, это уже твои, как бы, вот, может быть так. Древо возможностей. Ну, типа того. Слушайте, а как вот с искусами, то есть, вот, я, например, в рекламе не смог пережить, и вообще я в творчестве, то есть, может быть, вот почему я не занимаюсь сильно творчеством, потому что меня постоянно искушают другие возможности. Ну, например, ты приходишь в рекламное агентство, да, то есть, мы же знаем, да, что копирайтер, креатор, да, ну, даже креативный директор, ну, это максимум десятка в месяц, то есть, это самый хороший ценник, то есть... Дайте мне десятку в месяц. Ладно, я перебиваю. Не, ну, я платил, в смысле, я знаю, что у нас в Казахстане платят, но это, наверное, экспатам платят, вот. Ну, чуть-чуть, ладно, я чуть-чуть о другом. Ну, в любом случае, это потолок определенный, хотя, допустим, 10 тысяч долларов, да, для творческого человека, но это высший крыжик, ну, мне кажется, ну, куда их девать? Действительно. Но тут же не только в деньгах дело, тут же, что, вот, все равно, вот где-то такой вот псевдорост тебе нужен, да? Ну, как бы, надо же куда-то там расти, да? Вот нам же убили, что ты должен расти, да, там, куда-то. Ты должен попробовать, у тебя охота не только вот это, у тебя же еще охота вот это попробовать и вот это. Охота власти попробовать, вот, как интересно, да? А потом потребительское наше общество так выстроено, интересно, что сколько бы денег не было, вот, тебе всегда будет не хватать, потому что тут же тебе, господа, рекламщики подсуетятся и научат тебя, как правильно потратить любые бабки, вот. То есть, как бы, сначала тебе нужен один джип, потом тебе нужен вот последний модель, это уже какой-то не в тренде, да, то есть, вот, а чуть-чуть особняка нет. Это может говорить о твоих проблемах, если ты вовремя не обновил модель. Вот, все, да. Могут заговорить о том, что что-то у тебя там... Да, да, бизнес. Девал пацана, они прутут, что-то, да. Да, или дядя ушел из сената. И вот, получается, 15 лет мы креативен, я вот к чему. И как вы это все вообще в себе борите, либо вам вообще не хочется этого ничего? Слав, ты знаешь, само собой я об этом думал. Просто это очень интересно. Я могу поделиться промежуточными результатами вот этой мозговой деятельности. Ну, так, а не знаю, ту-ту-тфу, не конечный. Надеюсь, очень надеюсь. Ты знаешь, буквально вот неделю назад я шел просто по улице и как раз думал о подобных вещах. И знаешь, вот пришла такая хорошая, ну, такая компактная мысль. Вот я думаю сейчас, да, какие-то схемы выстраиваю, и тут у меня, не дай бог, сердечный приступ. Я плавно падаю мордой в асфальт, и все. И что? И все. Нет, так с искусами-то как бороться. Вот так и бороться, в смысле бояться, что все это мишура и чушь. Абсолютно. Ну, представь, ну, что ты помнишь о столетней войне? Скажи. О столетней войне? Ну, по большому счету, наверное, ничего. Я тоже ничего. То есть это было же? Ну, было. Было. Страсти были? Были. Десятки государств были вовлечены в конфликт? Были. Вся Европа воевала? Воевала. А где она сейчас? Ну, это Амар Хаямовская, что у этого, какой бы ты там богат был, не богат, что все равно гончар из тебя лепит кувшин на выходе. То есть я вот недавно вычитал, рубаировал, читал, очень прикольно. Какой бы ты нарядный ни был, все равно, ну, если перевести, все равно гончар будет лепить, рано или поздно, и из богача, и из бедняка одна глина получается. Все верно, абсолютно. Человеку два метра надо. Слав, вот, возможно, это не тренд, конечно, и это просто, ну, свойство возраста. Я об этом думаю, потому что просто пришла пора об этом думать, понимаешь? Я, вот, когда читал какие-то мемуары о том, что вот у человека начинаются какие-то думы о жизни и смерти, там, после сорока или там, после пятидесяти, да? Я ведь человек семидесятых. У меня есть чутье на пропаганду. Я вообще ненавижу пропаганду. То есть мы выросли так. Мы ненавидели плакаты, вот, написанные тушью, да. Мы ненавидели эти, какие-то листовки. Мы ненавидели телевизор, потому что там говорили, ну, неправду. И ты знаешь, вот это вот неприятие информации, официоза, да, оно проникает в тебя намного глубже, чем это надо было. И ты начинаешь прописным истинам не верить. Вот тебе говорят, после сорока ты начнёшь об этом думать, а ты думаешь, нет. Вот это просто написано в красочном, помпезном мемуаре вот этого деятеля. А меня это не коснётся. На самом деле, все вещи, которые наша душа, все тропинки, которые нам предназначены, мы их проходим своей душой. Мы заглядываем в каждый уголок, где уже потоптались миллионы до нас. И умираем, ни хрена не понимая. Абсолютно. Нет, ну так, по-моему, это интересно же об этом думать. То есть, ну, не о рекламе же думать в конце-то концов. Что за дерьмо-то вообще? То есть, это и дерьмо... Не, ну, в смысле, ну, так интересно... Дерьмо, почему дерьмо? Не, ну, там слишком много дерьма, я считаю. То есть... Слав, ты Коинов смотришь фильмы? Нет, сори. Ну, вот, возможно, толчком вот к таким размышлениям ещё послужили фильмы Коинов. Это два брата, которые снимают замечательнейшие фильмы. Ну, старикам здесь не место ты видел, наверное. Да ничего не видел, я вот... Есть там ещё после прочтения «Жечь». Есть ещё серьёзный человек. Ты знаешь, вот, их месседж, их понимание мира, оно мне очень близко. Какое, извините, в двух словах? Там можно озвучить устами одного из героев фильма. Ничего не понятно. То есть, чем глубже мы живём, чем дальше зарываемся в дебри наших отношений, рукопожатий, общения, да, возникает такое ощущение. А ведь ничего не понятно. Абсолютно. Ничего не понятно. Я вот знаю, что я млекопитающий. Я знаю, что у меня есть какие-то там признаки, отделяющие меня от другого животного мира, да? Ну и что? Ну и что? Что мне это даёт? Хорошо. Не, мне вообще очень нравится, господин Ниязов, всё, что сейчас происходит. То есть, я вот могу, допустим, свою краску по ходу разговора высказать, что здорово. Ну, здорово, то есть, вообще хорошо, что вы вот об этом, обо всём думаете, вот это моё такое ощущение. Мне кажется, это очень здорово. Я рад, что я об этом думаю. Вот. Я тоже согласен, что я такой же, ну, я так тоже понимаю, у нас есть вот эти все, нам нужно кушать, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но, всё-таки, если человек ещё немножко оглядывается на какие-то вот такие вещи, то есть, мне кажется, это вот хорошо. А сейчас вообще вот, ну, вот хорошо, а вот то, что сейчас вот этот информационный хаос, вот эти люди куда-то ментутся. Вот вы Twitter почитаете, там, вот Галя Рыжкина говорила, да, вот это вот состояние счастливого идиотизма, да, который царит в интернете. Ой, я пукнула, ой, я, блядь, картинку выписала, это запостила, там, ой, там, бык устал, там, понимаете. То есть, нет, я не осуждаю, но это же есть в смысле, то есть, это же как объективно. Ну, да, да, да. Вот я проснулся, сука, поздравляю тебя. Ты сейчас говоришь о суете, ну, о суетности жизни. Суете, да. А можно поговорить о писательстве? Можно. О чём хотите, хоть о этой какой-то. Я о чём хотел сказать-то? Просто есть на Ювижне, ну, не буду сильно, как бы, надеяться, есть десяток людей, которым, ну, немножко интересно моё творчество. И вот, может быть, им я хотел адресовать одну мысль. Что я понял вообще в процессе, ну, как бы, моего копирайтерского прошлого? И чем бы я хотел бы заниматься в ближайшее будущее, если, как я говорил, не лицом асфальт, не дай бог, конечно. Я думаю, надо понимать, что есть такое понятие, сказать, есть что сказать человеку. То есть у каждого человека есть что сказать миру. Так вот, этот сосуд, наполненный твоими мыслями, который ты хочешь излить на публику, хочешь рассказать то, чем сейчас ты живёшь, что тебя гложет, ты знаешь, он истончается по времени. Он не держит всё, что в тебе есть, вот просто до какого-то момента. Абсолютно. То есть в какой-то момент ты просто израбатываешься, ты уходишь на нет. Ты вроде бы собираешься написать какой-то большой роман, или там планируешь там издать там свои какие-то сборники, а время дикает, и ты понимаешь, что вот это вот твоё, что ты хотел сказать, оно вот вчера ещё было в кладовке, вот лежало, а сейчас вот заглянул и начинаешь шариться. Шариться, то есть прикладываешь усилия, чтобы это найти. Возможно, это, наверное, это относится не только к писательскому труду, к любому. То есть основная идея, надо говорить, если есть что сказать, обязательно. Писать, если есть что написать. Причём это касается не только, ну, в кавычках, писателей, копирайтеров, твиттерастов, там, блогеров. Любой человек должен высказываться и выражать свои мысли, пока есть охота, пока есть огонь. Пока желанием грим, пока сердца для чести жилы. Мой друг отчизне посвятил душе высокие порывы. Даже так сказал поэт. Чуруфт. А, С. Пушкин, если я не ошибаюсь. Вот именно поэтому я, наверное, возобновлю свою работу, приостановленную где-то с год назад. То есть я написал два сборника. А чего это? Рассказы, эссе? Я написал два сборника рассказов. И ты знаешь, где-то год назад я приостановил работу. А вы не опубликовали это? Я выбрал какой-то конкурс, который объявляло издательство «Дать пресс». И они обещали, вот призом этого конкурса было издание книжки. Но, к сожалению, дела в издательстве пошли не совсем в ту сторону, в которую они планировали. Да нафиг вам это издательство? Возможенный союз. А публикуйте это где-нибудь в интернете. Абсолютно верно, Слав. Я поэтому и в «Ювижене» написал маленькое объявление, что я возобновляю работу над небольшим таким стенделоновским сайтиком, где просто буду выкладывать эти рассказы. Тем более у меня уже пара романов накопилась, тоже не изданных. Тоже они писали стол с расчетом где-то найти издателей. А сейчас я про себя думаю, ну почему бы и нет? Все равно рассчитывать на какую-то денежку с этих романов просто смешно. Нет, почему смешно? Не смешно. Да я не согласен. Вот вы понимаете, совсем согласен. И вот очень мне нравится, что вы говорите. И буду одним из первых читателей ваших выложенных романов. Пожалуйста, накидайте ссылок как можно больше, чтобы люди узнали об этом. Это очень хорошо. Понимаете, я вот еще замечаю, что на «Ювижене» на том же народ сидит вот в этих тусовочках. Вот в своих. И это хорошо. Но для писателя это нехорошо. Пускай люди знают. Ну вот это вот к вашим двум романам в столе. Это же кошмар. То есть как можно держать, я понимаю, что рукописи не горят, но как можно держать два романа в столе? А ну надо их опубликовать, то есть надо сделать их известным людям. А дальше уже, вот дальше уже будь что будет. Потому что ты сделал то, что должен. Смотрите, как здорово. Классно. То есть... Слав, просто прозвучало, просто железно. Ну, так не надо. То есть это многим людям Бог не дает этого. Они не могут вон сраный, блин, родильный ролик написать из 20 слов. То есть, понимаете, вам же дано писать романы. Им что-то другое дано. Ну, я не говорю. То есть, ладно, пускай, я же не против. То есть, мы конкретно о вас сейчас говорим. То есть, это же кошмарно. То есть, а вдруг это, в смысле, вы последний раз, когда читали современного автора, такого, чтобы он как-то бодрил, чтобы он как-то возбуждал, чтобы он заставлялся задуматься. Подпишитесь на мой твиттер. Вы будете ежедневно получать информацию от современного автора. И вы не на полном серии. Нет, я с удовольствием. Скажите, как называется. Пускай еще люди подпишутся. Неязов. Так, просто неязов и все. Следуйте за мной. Неязов. Нет, очень хорошо. Скучно не будет. Замечательно. То есть, это же здорово. То есть, потому что я вот подписан, ну там, на определенное количество людей. Честно скажу, я мало что вижу в твиттере такого авторского, какого-то такого интересного. Там, в основном, там, ну, не знаю, туса. То есть, а я немножко, вот я немножко от туса устал. Я не знаю, вот вы устали или нет. То есть, я, например, вот от тусовки, от вот желания улыбаться. Я вот не хожу никуда. Мне тяжело улыбаться. Потому что ты видишь человека, мне кажется, что если ты туда не по сердцу пришел, а в силу вот этой дурацкой какой-то надобности. На Безаловке. На Безаловке. То ты расходуешь вот этот сосуд, который вы прекрасно описали, вот он и истончается. Вот он как раз так говорит, когда ты его насилуешь. Ну не надо улыбаться, ну не хочешь, еб твою мать, сиди дома. Хрену ты туда парешься. Это не факт, что тебя будут считать не своим человеком. Потому что, да, лучше пускай считают не своим, чем всю дорогу улыбаться ходить. Ну, кошмар же. Кошмар, согласие. Как бы, есть, знаете, и умеется словами спасибо, приходите еще. Тут где-то вот рядом оно прям. Головой в клавиатуру, да? Волгут. Не знаю, мне кажется, это огромная вообще трагедия. Вот копирайтерство, это огромная трагедия, рекламное копирайтерство. Потому что дай бог, чтобы там вот люди, копирайтерствуя, могли писать еще романы. Хрен с ним даже в стол. А я так себе вижу, что они, как творцы, выхолащиваются. Они становятся импотентами. Реклама любого человека творческого в среднем, я думаю, за 2-3 года, то есть если он там вот будет работать копирайтером, если он не будет за это бороться, вот осмысленно, она просто его выхолостит. Понял, намек понял. Ну, а чего? Да, вам, вот я вот, поверьте, я просто же, ну, у меня чутье на людей хорошее, мне кажется, что вы в интернете, как бы, ну, могли бы очень много достичь, потому что нету контента. И на сегодняшний день, мне кажется... Он это и писал, поскольку. Подожди, то есть в страшилке, в смысле, вот ты читаешь, чтобы страшно стало? Нет, не обязательно. Вот я относительно недавно написал... Похожи на Кинга? Думаю, что нет. Сравнивать с Кингом не стоит. Это все-таки реальная высота. Нет, ну, как бы, с тема-то же он начинал. Возможно. Он начинал очень высоко, на самом деле, в том пределах. Нет, это будет мистика, это будет хоррор. И, возможно, будет просто реалистическая проза. Тем более, я начал писать понемножку именно реалистическую прозу. Это даже не столько биолитристика, это просто, ну, как бы, проза. За жизнь. Сейчас даже трудно объяснить. Только когда говоришь реалистическую прозу, все начинают... Ребят, да я писатель про зайку. Сука, про каких зайку? Понимаешь? Ну, это вот, да. Абсолютно. То есть, это не фэнтези начинаешь объяснять, это не хоррор. Это более серьезная вещь, до которой я пока еще не добрался. Ну, а, например, вот, просто, вот, допустим, вы можете... Вот, я понимаю, что будет неплохо оставить вот эту интригу, да, ну, поскольку пока сайтика все равно толком нету, да, то есть и все. Вот, поэтому мы сейчас пока в стадии рекламы как раз-таки находимся, да, то есть в стадии продвижения вашего сайта, кстати, мы сейчас находимся в господине Яске. Окей, окей. Вот. Ну, это вырежут, да? Нет. Вот, поверьте, не вырежут. Да зачем, господи, прости я. Три коллеги, которые чего-то могут в этом казнете, блин, и сейчас, вот, понимаете, мы возьмем и еще последнего допинаем. Ну, это, понимаете, это просто, ну, это, я не знаю, ну, это совсем... Слав, ну, это классная лесть прям, шарахнуло это. Уродом надо быть полным. Не стоило так, конечно. Да нормально, он, Самсон, тоже, я думаю, Самсону сейчас тоже близок этот разговор, потому что Самсон-то вообще на выходе собирался кино снимать, а пока тут пиздяй сегодня мы все снимаем. Поэтому, ну, это, по-большому, все-таки пока Рудинка. Все понятно. Ну, я думаю, у Сашки тоже чем-то это закончится. Так вот набросочек, если можно, какой-то вот, вот о чем? Ну, вот жизненно, я просто не очень понимаю. Хорошо, я, мне само интересно про это рассказать, как я обычно пишу и как хотел бы писать. Ну, вот представь, вот иду я по улице, и приходит мне в голову идея рассказа. Представь молодого человека, который недавно женился, счастливо живет семейной жизнью, полностью рад тем, что у него есть дома. Хорошая работа, машина. И он замечает за своей женой одну особенность. Она на ночь надевает на пальчик обычное, железное, невзрачное колечко. Каждую ночь. Каждую ночь. И он не может понять, зачем она это делает. И спросить стесняется, потому что это все-таки личное, ну, как бы, может быть, это на память кто-то подарил. Надо сразу отметить, что этот молодой ваш человек чрезвычайно интеллигентен. Потому что наши обычные ребята, они спросят, на ночь, причем утром снимают. И вот однажды она уезжает в гости к маме, колечко оставляет. И мужчина, ложась спать, ни с того ни с сего, вдруг натягивает это колечко на мизинец и засыпает. Ну, я примерно знаю, хотите, продолжим. Попадает в параллельные миры. Нет, я бы вот, я люблю фэнтези, то есть на самом деле попадает в параллельные миры, где его жена вообще совсем другая, там, ну, какая-нибудь там, я не знаю. В общем, Слав, вот примерно так я и пишу. Туда попадает? Нет, конечно, не в параллельный мир. Там все намного страшнее, ужаснее и драматичнее. Да? Ну, в основном, я планирую в ближайшее время писать именно такие вещи. То есть это что-то бытовое, что-то связанное с обычными вещами или с обычными понятиями. Не, ну скажите, что было с женой, это мне вот прям интересно. Я и говорю, что надо писать, стараться писать так, чтобы... Было интересно, да? Чувак, я же тебе про это и говорю, я понял. Хорошо, вот, продолжение, собственно, этой истории. У вас, следите за объявлением Бенуи Вижен, надо полагать, что... Надо было транспарантик какой-то с адресом сайта держать. Так а есть он адрес сайта? Домен покупили? Раньше был неязов.кз, это было раньше. Сейчас, видимо, я все-таки тоже с неязов, только на другом домене, скорее всего, откроюсь. Дай бог. Ну, гуглите регулярно времени. Не, ну вы имеете совесть, вы сообщите Ювиженсам-то хоть в конце концов, когда он откроется? Ну, просто я как бы не хотел бы настраивать моих немногочисленных читателей на что-то прям, какое-то откровение. Это будут просто те сборники, те романы, которые я писал один за другим, задвигал файлы. Я просто это все буду поэтапно выкладывать. Докум Гусура взять, Ержик. Он вот тут пошел, он сделал свой сайт, Докум Гусура, да, Рашев, с автором. Рашев. Он пишет, и там потихонечку образовалась тусовочка какая-то своя. То есть, и Ержик молодец. То есть, я за что вот его не перестаю очень уважать и хвалить, что он стойко, четко, вот он сказал, я буду писать. И вот он, грубо говоря, условно говоря, с декабря месяца, когда он там отвалился автора, то есть, он продолжает упрямо, ну, я не знаю, в неделю где-то 3-4 поста разное там, как сказать, качество. То есть, мы можем это по-разному, не всегда. У него такой, скорее, там, journal такой стиль, да, то есть, там... Дневниковый, да. Да, дневниковый, да, совершенно верно. То есть, но красавчик пишет, понимаете, то есть, а вот как бы ярко, не знаю. Я помню ваш возглас в авторике языке «Пиши, Рашев», кажется, он так и звучал. Рвись, Рашев был. Рвись. Ну вот, парень и последовал. Ну вот он и последовал, хотя, ну и слава богу, и ведь получается, то есть. А если вы помните, я предсказал автору кончину, я написал «Апокалипсис». Тогда все смеялись, но ровно через 4 месяца он и закончился. Есть, был прям пост, то есть, да, то есть, и там... Сапсона где-то вся база есть, надо вот полистать. Я помню, он заканчивался, а под сеткой, и под сеткой, что-то там распластанных тел, Морщин с сеткой подернутый лик, лежал Алишер. О боже. Вот так, ну, она Катрея была, то есть, она же была пророческая, то есть, все нормально, там в той, как бы, тональности его... Ну, Алишер как-то попроще изобразил свою кончину, повесив ослика, то ли на веточке, то ли... Ты убил, сука, автор, он написал, да. Слушайте, ну, а вот не могу не задать этот вопрос, ведь вы же, вот еще когда я пришел даже на автор, вы еще висели, как бы, в сообществе, как бы, авторов, но потом что-то вот у вас, там, я не знаю, почему-то вот вы ушли, то есть... Да-да-да, я не... Объясните, почему? Не вписался я в сообщество авторов, я там, видимо, был воспринят как жутко толстый тролль, было огромное количество комментариев буквально на две или три мои статьи, причем я писал о... до странности обычных вещах, о том, что надо быть мужчиной. Да-да-да, я читал вот это. И комментарии просто взорвали всю ветку, это было нечто, я вдруг понял, что, оказывается, не все согласны с тем, что надо быть просто мужчиной. Есть альтернативные точки зрения, причем в таком количестве, причем от женщин. Круто. Я был просто удивлен, конечно. Но не вписался. Окей. Такой интересный вопрос. Немножко громко будет звучать, но, с другой стороны, вот факты, упрямая вещь, там, 15 лет уже в творческом, грубо говоря, поиске, да, то есть я бы так это назвал, да, то есть, ну, ну, я и про себя так же могу сказать, то есть я перепробовал там 150 профессий, почему, потому что, ну, и сейчас я толком не понимаю, по-большому счету, где правильно-то, да, но... Куда движемся? Не понимаю, то есть движемся куда-то вперед, вперед, вот, точно, движемся. Ну, я тоже вот прислушиваюсь к себе, вот как вы говорите, я так же, я вот, и у меня сейчас уже такой какой-то барометр выработался, я вот чувствую, вот это правильно, вот это неправильно, то есть вот это мне нужно, вот это не нужно, но это не мозгом, то есть это вот каким-то... Наитие. Наитие, да. Так вот, мысль закончу. Куча молодых людей, сейчас нас смотрят на Юри Жени, ну, куча-не куча, ну, с тысячей человек, программу смотрят, а когда там будет дописано, что с неязовым, я думаю, 2000 просмотров гарантированно, потому что Ювижн нормально воспринимает, то есть заинтересуется. Круто. Нет, будет 2000 просмотров, можно проверить даже потом. То есть, как бы, и вот вот этим, из этих 2000 очень многие люди, они где-то эмпирически, внутри себя, где-то еще вот, если у вас, у меня где-то это уже прописано, то есть мы понимаем, вот, суть этих исканий, где-то, ни хрена не понимаем, что ищем, это да, это да, но структуру уже, как бы, она уже как-то выработалась, да, то есть, и вот, вот эти ребята, которые у них еще просто, вот где-то, на уровне красочки, где-то в душе, они чувствуют, что вот, вот куда-то туда, вот, вот им, чего можно пожелать? Ох, не думаю, что это прозвучит очень весело для них, я просто могу рассказать о своих собственных ощущениях, я желал, я говорю, идите звук объемывать, вот, ну, я, наверное, вы знаете, Слав, все, что касается таких вещей, как путь, или как творчество, оно, с моей точки зрения, начинается с осознания собственной ничтожности, с понимания того, что ты, по сути, никто, это очень важная точка отправления, я, можно это назвать смирением? Лет 10, вот в 30-летие свое, вот эту вот, ну, не знаю, лему, эту вот, эту вещь, впервые, вот, своей шкурой осознал, мне, мне даже, несколько дней, было какое-то торможение в движении, я вот просто все делал медленно, от того, что меня шарахнула эта мысль, а я ведь, по сути, никто. Не с сознальной точки зрения, а именно вот... Вот как существо, я никто, я пришел из ниоткуда, я никто, и, если я даже кому-то нужен, я не сам нужен, какие-то мои качества нужны, я сам никому не нужен, это, это важная вещь, любой, с моей точки зрения, любой творческий человек, должен это прочувствовать на собственной шкуре, он должен понять, что если ты чего-то хочешь придумывать интересное, и чтобы это и развлекало людей, и чтобы ты через это развлечение еще доносил до них свои мысли, самое малость, с чего это все начинается, с понимания, что ты, по сути, ничтожество, ты, ты, блин, ну, ты никто, ты можешь возомнить о себе, черти что, но на самом деле, ты, 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 ну, это нормально, и может быть, вот, может быть, в этом и есть что-то связанное, ну, я не знаю, может быть, это и есть писательский труд, понимаешь, если мы говорим именно о профессионализме писателя, да, вот, идти по улице, и понимать, что, чтобы тебе прочувствовать своей шкурой, то, что тебя окружает, и написать про это, и написать интересно, да, ты должен разобучиться полностью, снять с себя все эти регалии, которые ты сам себе навесил, или тебя как-то кто-то там, когда-то назвал так, все это скинуть от себя, и понять, что, Рус, ну, ну, ты же никто, по сути, ну, посмотри вокруг, ты никто. Ну, тут вот я, можно я немножко попробую еще это подкрасить, то есть, потому что, ну, чтобы чуть-чуть, может быть, понятнее было, то есть, вот, я действительно очень косноязычный выразился, я сам чувствую, что я, нет, это слишком просто, чуть-чуть грубо просто, да, то есть, как грубо, это вот, скорее всего, смирение, то есть, вот, смирение, это когда ты смиряешься, и наклоняешь голову, и распластаясь, ну, вот, ниц, перед чем, перед вот этим, вот, огромным, да, то есть, необъятным, непонимаемым, вот этим феноменом, который называется творчеством, то есть, это не никто, кто никто, тут вот, как бы, это просто, вот, я не знаю, мне, я когда учился, в Киеве, у меня была подружка, девочка, художница, и она вот, каким-то, я никогда не забуду, у нее вот, две картины, меня особенно, меня тронули, то есть, это вот, люди, они, вот, несколько, пару, тройку людей, вот так стоят, а из рук у них, вот, как в православных храмах, у них свечи, вот, тресвечники, вот эти, да, там же, если внимательно посмотреть, вот у них из рук вот эти свечи, вот, и вторая картина, много маленьких вот таких людей на цветочках, вот у них, они вот такие вот все плечиками, да, там, такие худенькие, много их, вот отдельно стоящие цветочки, и на них вот такие вот люди, такие с выпирающимися плечиками, голова, что интересно, у них шахматную клеточку, то есть, лысые такие они, то есть, вообще, ужасная такая картина, и я, вот, она уже тогда, вот, будучи еще сопливыми детьми, тогда еще, вот, когда я учился, то есть, представляете, она уже тогда так мир видела, вот. Это, это очень близко мне. Я соглашусь с вашим, с вашей фразой о смирении, это, наверное, даже точнее. Смирение, это просто, вот, она очень глубокая, на самом деле, смирение, это не слабость, это огромная сила, потому что, когда ты, вот, обнажаешься, говоришь, что я никто, что, когда ты сбрасываешь, правильно вы сказали, вот эти все социальные, дурацкие наносы, и остаешься, вот, как, вот, перед Господом, смиряться-то, вообще, правильнее, вообще, перед Богом. Абсолютно верно. Вот, то есть, ну, в этот момент ты наполняешься огромной силой, то есть, почему, потому что, тебе вот, ну, она дается. Смирение, абсолютно верно. Ужасная вещь, между прочим, с ней, ну, ужасная, со знаком плюс, смысле, то есть, со смирением можно продавить, ну, вот, например, да, вот, как его применять, вот, в том же рекламном агентстве, да, что, тут вот эти вот, тачки, длинноногие, вот эти девочки, языка узкого отдела, да, там, шмотки, новые, айпады, да, вот, и идет какой-то вот такой, абсолютно, юродивый там, какой-то чувак, понимаете, который просто, он проснулся и понимает, что он пришел туда служить творчеству, понимаете, он, конечно, будет там, по-идиотски выглядеть, то есть, вот, но, блин, зато этот парень, может быть, чего-нибудь такое и создаст. Другой вопрос, что ни хрена не нужно там, в рекламе вот такой глубины, там, счастливая семья, и вперед. Понятно. И главное, было крупными буквами название бренда, с переводом на казахский язык. Все верно. Все верно. Там все легко. Скажите еще что-нибудь нашим служителям. Ага. Напоследок, господин Диазов. Ну, напоследок. Мы незаметно, кстати, уже проговорили, один час, 14 минут. Отлично. Мне как раз пора уже на работу. Если я скажу что-нибудь сократное, что-то типа, я знаю, что ничего не знаю, это будет не очень убедительно звучать, но это так. И на этом я, наверное, хочу завершить первое свое присутствие по чесноку, тем, что я ничего не знаю. И это здорово. Аминь, Ювижн, всего могу сказать. Но вы, как бы, чего-нибудь, вот, насобирайте вот такого и приходите к нам еще. Я вас приглашаю. Господин Диазов. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok